Аплодисменты Последние 20 лет он симулировал глухоту. И я вынужден был молчать 20 лет. Мне это надоело. Я пошла на курсы глухонемых. За год в идеале выучила язык жеста. Говорю, давай, Леня, учи движение. Он говорит, я нифига не вижу. Вы знаете, на эту тему есть хорошая фраза, которую сказал Джузеппе Мадзини. Кто такой, вообще не знаю, кстати. Но, видимо, умный был мужчина, раз сказал такую фразу. Мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны человеческой души не дают гармоничного звучания. У меня есть они знакомые. Ген, я эти ноты меняю по 2-3 раза в день бывает. За неделю 15, 16, 20 нот нет звучания, никакой гармонии. Дорогие женщины, кстати, вот как таких мужчин называют в быту, да? Ну, только не бабник. Как называют? Кобель. Я вообще-то ждал слова «Дон Жуан». Ну, ладно, ваше, наверное, точнее. А бывает не только кобели, но еще и бобыли. У меня знакомый такой, он хочет жениться, но никак не женится. Я говорю, Саня, что ты тянешь? Тебе уже 63. Он говорит, Ген, в этих вопросах спешить нельзя. «Друзья, что ты? Надо присмотреться». Я говорю, что так долго присматриваешься? Он говорит, у меня уже минус 27, пока резкость наведешь, понимаешь? А у него друг такой же Кеша. Такие сматруны ходят все, высматривают что-то. И тут недавно мы встречаемся, они говорят, Ген, все, мы решили определяться. Мы нашли рецепт за 1911 год, как за одну секунду определить темперамент женщины, чтобы потом не мучиться с ней всю оставшуюся жизнь. Я говорю, ну и? Ну, короче, надо подкрасться к ней со спины и неожиданно дернуть ее за ухо. Я говорю, и что? Ну, сразу, понимаешь, если сделать физическое замечание, это меланхолик. Если просто отбреет словесно, холерик. Если сангвиник, беги сразу, и старапает лицо, волосы будет драть, это 40 уколов от бешенства, как минимум, гарантированно. А если флегматик, либо заплачет, либо потеряет сознание. Все понятно. Я говорю, так понятно-то понятно. А мне-то зачем рассказывать? Это же теория. Он говорит, так мы рассказываем, потому что мы ее проверили. Я говорю, да ладно. В общем, я Кешу взял на отдыхе на слабо. А вы же знаете, друзья, у нас на слабо, да, много подвигов совершается, да? Говорит, мы, короче, на пляже в Сочи выпили с ним капитально. И я говорю, смотри, блондинка стоит, смотрит на корабли. Вот. Татуировочка, купальник такая. Все. Слабо проверить ее темперамент. Кеша говорит, наливай еще стакан. Я говорю, да ты не дойдешь. Он говорит, до такой блондинки я доползу. Ну, короче, говорит, я ему наливаю. Он подкрался к ней на полусогнутых и дернул ее за ухо. Я говорю, и что? Ее муж подкрался еще быстрее, сломал ему руку, выбил два зуба и сделал сотрясение мозга. Я говорю, ну и что вы выяснили? Выяснили, что у мужа характер нервический, неспокойный. Я говорю, и как? У Кеши теперь отношения с женщинами вообще никак. Даже не смотрят в их сторону. Вот как бабка отшептала. Кстати, четыре темперамента женских могут объединиться в один, в экстремальной ситуации. Кстати, вот даже в бабушке может проснуться все, что до этих пор спало. Мне рассказали такой случай. Бабушка такая с виду божий одуванчик, такая фантик, такая маленькая, такая всю-сюсичная. И песенки такие поет. «Аш-сусядечки-басечки-басечки-басечки-басечки-басечки-басечки-басечки-басечки». Поняли, да? Она собирала малину у себя на участке. Значит, малинник был поближе к лесу, и она все собирает. «Аш-сусядечки-басечки-басечки-басечки-басечки». И вдруг из малинника «А! Медвежья лапа такая!» И эта маленькая женщина, там, метр сорок три, ростом, заорала так, что медведь умер от разрыва сердца. Представляете? Оказалось, что она заорала-то не от страха, а из-за того, что кто-то несанкционированно отбирает ее малину. Вообще, надо сказать, что женщины непредсказуемы. Даже на концерте. У меня на одном концерте женщина смеялась поперек, знаете, так, аудитории. Все смеялись, потом я что-то говорю, она одна. И так раз здесь. Да, я говорю, женщина, ну приятно, что вы смеетесь, но все-таки, извините, немножко не вовремя, говорит, Геннадий, не обращайте внимания, просто сижу свое вспоминаю. Еще один случай рассказала мне соседка, ее подруга, очень такая экспрессивная женщина, а как показывает практика, с женщинами лучше не спорить, особенно если женщины такие энергичные, да. Она говорит, я собираюсь на работу, вот, выхожу на улицу, насупила, думаю, о, дождь, Витя, а мы на втором этаже, я говорю, брось меня зонтиком, он говорит, дождя не будет, Вера, я говорю, брось меня зонтиком, Витя, он говорит, я сказал, дождя не будет, я сказала, Витя будет жалеть всю оставшуюся жизнь, если будет дождь. Девочки, я промокла так, две остановки, негде спрятаться, сошла с работы, такой дождяра, я домой летела быстрее, чем на распродажу косметики, мне поскорее хотелось увидеть Витю, я прибежала домой и, а его нет дома. Просто Витя запомнил эту историю про медведя, решил не рисковать, я наорала на свой любимый новый цветок, на зависть огурца, подруга говорит, а что это за зависть огурца? Витина мама сказала, что я никогда не выращу огурец на подоконнике, что, мол, именно я, я не смогу, я говорю, Витя, на зло твоей маме я выращу этот огурец большого размера на подоконнике, но если он, Витя, вырастет, с тебя норковая шуба. Подруга говорит, ты как? Никак, ты что, не видишь, что я в норковой шубе? И мы едем на Мальдивы, и Витя полгода теперь моет посуду, потому что огурцов выросло три. Закончить эту тему я хочу фразой, которую в свое время сказал лорд Хаббард. В жизни есть только два способа подчинить себе женщину, их только два, всего лишь два, но их никто не знает. Поэтому, дорогие мужчины, наша с вами задача покорить женское сердце, завоевать его и сделать женщину по возможности максимально счастливой. Счастья вам в личной жизни!